Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить про природу, про нахождение в ней, то есть про походы. Почему нужно ходить в походы? Что мне дают походы? Может быть, попробую развеять несколько страхов для тех людей, которые хотят сходить в походы, но боятся. Вообще, что такое природа? Это окружающая нас среда, в которую включают себя леса, поля, луга, воздух, небо. Все, что окружает нас, когда мы находимся далеко за городом, это и есть природа. Я для себя давно сделал вывод, чем я дальше от города, чем меньше цивилизация влияет на природу, чем она более интересная, более привлекательная для меня. Но в то же время бывает и труднее в ней находиться. Вообще, походы, они манят меня уже с детства. Я много ходил в разные походы. Были и простые походы, были и сложные походы, длинные походы. Много путешествовал уже по разным странам тоже. И меня всегда это манит и тянет. Это именно наша русская природа, северная природа. Она самая удивительная, самая красивая, но в то же время, наверное, самая суровая из-за своих минусовых температур. Зимой в лесу вообще тяжело. Это мягко сказано тяжело, особенно при большом морозе. Надо очень много работать, чтобы там комфортно провести хотя бы одну ночь. Но вот эти все трудности, с которыми сталкивается человек на природе, в принципе, окупается с лихвой. Он получает в первую очередь заряд позитива, заряд наслаждения. Тот, кто испытал это чувство уединения с природой, тот, мне кажется, уже не забудет его и будет снова ходить и ходить в походы. Это чувство толкает вообще всех путешественников, открывателей, многих других людей, которые часто ходят в походы. Его надо понять, его надо полюбить. Тогда вы будете чаще выходить в лес, в горы, еще в какие-то другие места, делать для себя какие-то новые открытия. А может быть, и вообще в целом делать какие-то открытия. Мне нравится вообще в природе то, что ты там уединяешься с ней, чувствуешь себя вообще. Суестество свое существование. Ведь человек издревнего пришел из природы. И мы были рождены жить с ней бок о бок, взаимодействовать с ней, брать из нее все необходимое для существования. Вот многие не понимают, почему люди болеют, часто болеют. При наличии тысячи таблеток, разных лекарств и витаминов, биологически активных добавок в аптеках, мы все равно болеем. Почему это происходит? Да все потому, что мы едим ненатуральные продукты. Это раз. И два, мы мало двигаемся. Мы были рождены для постоянного движения, для борьбы, для выживания, а не для того, чтобы сидеть в телевизоре, трескать чипсы кучами, пить недостаточное количество жидкости. Из-за этого происходят все болезни. А когда ты идешь в какой-то маломальский поход, пусть даже на два-три дня, получается, ты много двигаешься, много ходишь, дышишь чистым кислородом. Это очищает организм, дает стимул, приводит тебя в тонус. Даже когда ты приходишь усталый домой, на следующий день ты чувствуешь себя намного лучше, чем до того, как ты ушел в поход. Для меня, на самом деле, чем дальше я ухожу от цивилизации, чем мне больше доставляет удовольствие. Испытишь какие-то свои положительные эмоции, как ты понимаешь, вот это вот естество природы, воединение с ней. В последний поход мы ходили на озеро, мы ночевали на берегу озера. До него, на самом деле, от цивилизации идти, наверное, порядка 13 километров. Но они такие непростые были, дорога была очень грязная. По ней уже давно не ездили автомобили, но она, в принципе, уже и не проезжая для транспорта. Может, только для квадроциклов или кроссовых мотоциклов. По ней надо было идти порядком, наверное, десяти километров до края леса. Затем лес плавно перешел в большое-большое верховое болото. И по этому болоту мы вообще шли, наверное, еще часа, наверное, два с половиной. Хотя расстояние было там два с небольшим километра по прямой на берег озера. Вся эта система вообще представляет собой несколько озер, окруженных вокруг полосой болот от двух километров до, наверное, десяти километров. А затем уже потихоньку переходящие в леса. Лишь потом уже за лесом уже начинается какая-то цивилизация. То есть у нас дорога заняла, наверное, порядка шести-семи часов с остановками на обед, на перекусы. Это когда ты уже приходишь всталый, разбиваешь лагерь на берегу озера. На берег озера представляет собой такой сухой островок суши метров триста на двести, порущий лесом. Ну, по сути, это и есть остров среди озер и болот. Вот мы на нем разбивали лагерь, садились, отдыхали, пили чай. Получается, вот эта усталость начинает потихоньку проходить, и ты просто кайфуешь это состояние, которое испытываешь здесь, находясь в уединении с природой. Ты понимаешь, что до ближайшей цивилизации ты целый день, и мы здесь одни. Ты наслаждаешься этим, ты ловишь это чувство, вот это чувство кайфа, чувство свободы, чувство уединения с природой. Мне оно нравится, и оно во мне появляется вот именно в такие моменты. И я считаю, что именно эти чувства заставляют людей ходить по ходу, делать какие-то невероятные восхождения в горы, какие-то открытия. Чувство безумного красоты, безумное уединение с природой. Именно это движет людей на открытие. У меня вот есть друг, вот если он посмотрит это видео, он сразу поймет, о ком я говорю. Он человек, всегда проживший в городе, изредка убирающийся вообще на природу, куда-то за город, большие какие-то походы, работающий вообще в автобизнесе, совершенно не относящемся к природе, окружающей среде, сфере. Но так получилось, что однажды мы ушли вместе в поход, и с того момента он заболел этими походами. И теперь мы с ним ходим во всякие разные походы, экспедиции, во всякие разные места, куда бы ни было, и зимой, и летом, и в мороз, и в дождь. Потому что, когда ты переживаешь это чувство один раз, оно уже не дает тебе покоя, и заставляет тебя ходить снова и снова на природу. На самом деле природа дает людям здоровье, она в первую очередь дает здоровье за счет движения, потому что человек, я повторяюсь, рожден был, двигаться, а не ходить сидеть на диване, заставляет кайф. И я рекомендую всем, кто хотя бы какое-то испытывает чувство удовольствия, кто хочет сходить в поход, в лес, в горы, не бойтесь, а пробуйте, может быть, для начала выберите простой маршрут, возьмите в какой-то там летние выходные, попробуйте, сходите. Не надо бояться диких животных, если у вас есть большой костер, то маловероятно возможно, что там к вам придет в лагерь какой-то медведь, либо какая-то стая волков. Животные боятся дыма, боятся огня, и маловероятно, что это случится. Тем более, если вы ушли недалеко от города, где у животных минимум, этого, я думаю, опасаться вообще не стоит. Ходите в походы, ведь в походы это жизнь, это созерцание окружающей нас природы. Берегите ее, не мусорьте в лесу, ведь каждый брошенный пакет может лежать там сотни лет, и такое заблуждение, что консервные банки быстро гниют, неправда. Она может пролежать до 100 лет, до полного разглажения металла, ведь она тоже оцинкованная, за счет чего она очень медленно гниет. Но уж тем более, никогда не бросайте стекло. Стекло может проезжать 500 и более лет, перед тем, как оно полностью растворится. Так что давайте смелее, присоединяйтесь к нам, ходите в походы, ходите с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok